Ну, дорогие друзья, и мы завершаем через минут 35-40 нашу очередную вебинарскую эпопею, а завершать мы ее будем беседой с Артемом Терминосяном, управляющим партнером компании Campus Consulting из Германии, из Мюнхена. И Артем к нам в данную секунду сейчас подключается. Он уже докладчик, и, соответственно, все, что ему нужно, это нажать на две красные кнопочки микрофон и камера, и, соответственно, все будет хорошо. Думаю, через пару секунд он появится. Пока еще немного информации. Норвегия, ну, не самый популярный рынок у русскоязычных покупателей из-за рубежной недвижимости, но, тем не менее, продажи упали на треть, но при этом цены не изменились. Ну, минус 1% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Артем, приветствую тебя. Здравствуй, Филипп. Привет. Ну, в Германии очень по-разному приходит информация из Германии. С одной стороны, вроде там тоже какие-то неприятные рекорды по количеству зараженных, но мы с тобой будем говорить, наверное, сейчас даже не столько о Германии, сколько в основном о Мюнхене, поскольку вы работаете в Мюнхене, в Баварии. Тем не менее, давай буквально одну-две минуты о ситуации за окном, не имеющем отношения к рынку недвижимости. Ну, смотри, в принципе, да, вот как ты правильно говоришь, у нас же федеративная, да, страна, поэтому каждая федерация решает, в принципе, достаточно по-своему. Даже введение карантина у нас было в разные сроки, да, то есть вот Бавария начала в середине марта, да, точную дату, там, 15-16-го. Некоторые земли ввели ее чуть раньше, чуть позже, да, в Северной Рейн-Эсфалии, а там была ситуация похуже, они ввели ее раньше. Сейчас уже потихонечку, да, это все стало, все немецкие, это так называемые, да, карантин, самоизоляция, то есть она не такая строгая, как, допустим, в той же Испании, да, Италии, то есть нам не надо не подписывать никакую бумагу, чтобы выходить на улицу, что я слышал от коллег, но все-таки, да, то есть на работу немцы, правительство советует ездить, то есть по возможности, там, не группами, кто может не использовать общественный транспорт, да, лучше всего вообще сидеть дома в хом-офисе, что, к сожалению, у меня трудно, да, скажем так, потому что, ну, сам понимаешь, да, в офисе как-то лучше работает, легче работает, чем дома обстановка. Вот, потом, что еще должен сказать о разницах, да, разницы, ну, допустим, вот в помощи, да, то есть правительство Германии очень сильно, да, во время карантина очень большие выделяют субсидии и помощи для среднего и малого бизнеса, но в зависимости тоже, опять-таки, от федерации, то есть какая-то земля платит больше, какая-то земля по возможности платит меньше. У нас Бавария даже, скажем так, достаточно сильный регион, да, финансово, они платят не так много, как, допустим, другие земли, да, ввиду того, что вот именно фирмы имеют сами по себе достаточно большие резервы, но помогают всем, кто просит помощи, да, вот уже на данный момент выделено около полутора миллиардов евро на поддержание среднего и малого бизнеса. То есть на самом деле немцы, ну, то есть вот то, что Меркель, она, кстати, очень сильно в последнее время тоже поднялась в популярности, да, вот тоже говорит, что достаточно жесткий курс немцы, что на них не похоже ввели, потому что немцы-то очень любят свободу, да, там, ходи где хочу, говори, что хочу, да, и все равно вот Меркель ввела достаточно жесткий курс, что нет, вы сидите дома, полиция очень сильно это контролирует и очень жестко штрафует, то есть и на результаты, может быть, действительно, относительно других стран, оно не радостно, но, скажем так, что вот у нас примерно 100 тысяч заболевших по Германии и смертность в районе двух процентов, да, что, опять-таки, говорит о системе нашей здравоохранения, да, и так далее. То есть, в принципе, каких-то, извини, два слова, да, что-то каких-то простоев, или что больницы закрываются, или что-то у нас как бы нет, то есть, в принципе, мы живем своей жизнью в магазинах очередей тоже больших. Давай отдельно с тобой поговорим о мюнхенском именно рынке недвижимости, начнем с жилья. Какие тенденции происходят сейчас, и, может быть, даже давай начнем не с текущей ситуации, а с того, что было несколько месяцев назад. Все-таки последние годы жилье в крупных городах дорожало, дорожало стремительно, и мюнхен, ну, были то ли алармистские, то ли, в общем, сейчас уже даже не очень понятно, но пророческие предсказания о том, что, ну, как-то вся история должна измениться, да, что это не совсем нормально, что сами немцы не могут себе позволить купить жилье. Понятно, что прошло не так много времени сначала уже вот совсем этих эпидемиологических историй, но все-таки чего можно ожидать и что ты видишь уже сейчас, если мы говорим о ценах, если мы говорим о спросе, если мы говорим о предложении. Ну, несколько вопросов, да, давайте начну вот сначального, что я имею в виду, вот, грубо говоря, февраль месяц, да, что было, пока еще не было, вот, короны, подниме и так далее. Цены шли, да, знали только одно направление наверх, потому что мы сами уже, мы сами, как риэлторы уже несколько лет, скажем так, аккуратно пророчили того, что будет легкая стагнация заметна, да, ничего подобного не было, да, то есть цены каждый год добавляли, будь то речь шла, неважно, о квартирах, каких-то студенческих общежитиях, участках, домах, неважно, да, то есть речь шла, в конце концов, дорожала земля, да, и она продолжала дорожать по причинам, которые, да, постоянно называют нехваткой, просто катастрофическая нехватка земли, особенно в Паварии, тем более в Мюнхене, да, ввиду того, что город сам по себе небольшой, да, участков застройки у нас уже практически нет, долго выдаются разрешения на строительство, невысокая этажность, да, то, что немцы, то, что баварцы, да, любят очень, за что они держатся, да, с другой стороны, это является большой проблемой на нашего города, потому что у нас выше седьмого этажа, восьмого этажа у нас ничего практически не строят, да, соответственно, город, с одной стороны, очень солнечный, дышать легко, а с другой стороны, катастрофически не хватает жилья, поэтому цены очень сильно росли, да, Опять-таки, это очень сильно подогревалось тем, что исторические низкие проценты у нас дальше шли вниз. Тоже вот неважно сейчас, корона, не корона, у нас Европейский Центральный Банк опять сейчас на, чтобы не соврать, 750 миллиардов снова выкупил облигации. То есть, чтобы как-то дальше ему обратно получать, возвращать эти кредиты, он процент, поднимать процентную ставку не будет в ближайшее время точно. А тем более, наверное, раньше говорили о каких-то месяцах, может, они будут подниматься, не подниматься, не знаю. Сейчас мы говорим уже о годах, что проценты на несколько лет точно зафиксированы внизу. Соответственно, это еще больше подогревал рынок. У нас закончились на счетах депозиты. То есть, раньше, если люди получали хоть что-то, если лежали деньги на счету, то сейчас они уже даже стали отрицательными. То есть, если у тебя более четверти миллиона на счету, ты уже платишь штрафные санкции. Соответственно, людям нужно было куда-то инвестировать, это очень сильно подогревало цены. И рост был колоссальный. И вот не совсем соглашусь с тобой, что ты говоришь, что немцы не могут себе позволить жилье. Может быть, мы говорим, когда ты имеешь в виду немцы, говоришь, что Германия, мы стараемся говорить все-таки о баварцах, американцах. То есть, в Баварии очень сильный капитал у людей. То есть, люди сами по себе, немцы, очень экономный народ, очень много откладывают. Очень много пожилых, которые скончались, оставили своим наследникам какие-то участки. Участок продался снова у людей, поделились деньги, куда недвижимость складывается. Соответственно, очень большое количество денег на руках у баварцев, у мюнхенцев. И, с другой стороны, дикая нехватка спроса. Это подогревало очень сильно мюнхенский рынок. Дикая нехватка предложения, ты имеешь в виду? Прости, да, прости. Окей. Хорошо. Но февраль закончился, наступает март. Вот в моменте, какая ситуация ты видишь? Люди же покупают, люди продают. Вот смотри. С одной стороны, сделки еще заканчиваются, да. То есть, сделки, которые начинались в начале года, да, они вот сейчас как бы в первом квартале 2020 года у нас подходят к концу. То есть, нотариусы работают, да, государство само понимает, оно не запрещает, да, сейчас идти продавцу и покупателю к нотариусу, да, и заключать сделку. Это разрешено. Нужно соблюдать там некоторые условия, но, в принципе, это все возможно. Делаются по доверенности, опять-таки. Почта прекрасно работает, DHL работает. То есть, что изменит... То есть, сами покупки, да, которые были, начинались, да, в начале года, их сейчас завершают до конца. Они, в принципе, никак тенденции, никак статистику не меняют. То есть, она дальше как шла вверх, так и идет. Что на данный момент происходит, да? Люди начинают, естественно, уходить сильно онлайн, скажем так, да. То есть, стало меньше, намного меньше звонков. То есть, существенно, я даже по себе заметил, что у меня, с одной стороны, сократилось количество звонков. Сократилось количество... Люди с улицы буквально забегали просто к нам в бюро и спрашивали, вот, здрасте, я тут проходил, увидел вас, посоветуйте, расскажите. Этого стало существенно меньше. Что увеличилось, с другой стороны, это такие вещи, как, вот, допустим, даже тот же чат, чат у нас на сайте, который никогда не выстрелил, скажем так, был мертвый. Сейчас постоянно 5-6 каких-то очень интересных запросов, да, приходят, с которыми можно работать онлайн. Намного больше, конечно, стало людей смотреть наши презентации, да. Я, может быть, к этому чуть попозже тоже вернусь, скажу, в принципе, что теперь... Ну, какие плюсы все-таки откровенно, да, я не считаю, что одни минусы от этого должны быть или нужно смотреть вперед, да, и на что она сильно повлияет. Но, опять-таки, заметил очень хорошо, что люди стали намного больше обращаться в онлайн, и я бы не сказал, если честно, что сейчас стало меньше запросов. То есть они просто переместились из банков и... Да, они сместились. Для нас, как для интернет, для онлайнщиков это даже очень хорошо. Да, это очень, в принципе, да. Ну, все-таки, смотри, но ты видишь, хорошо, это со стороны покупателей, то есть спрос примерно не изменился. Люди воспринимают нынешнюю ситуацию как какой-то форс-мажор, то есть они чего-то ждут от нее, какой-то выгоды, или, по большому счету, это, ну, в случае с Мюнхеном, с Баварией, это безосновательная история? Скажем так, ну, конечно, ждут, в каком смысле ждут, вне зависимости от того, да, сейчас это покупатель, вот, там, нюнхенский, поварский, люди у нас, ну, в Германии очень слушают, все-таки прислушиваются к правительству, да, потому что оно, как говорится, не бросает в беде, не бросало в беде, и до сих пор, да, не бросает. Само правительство говорит, мы не знаем, да, то есть правительство четко, оно не обещает, оно не говорит, что вот мы сейчас закончим корону в мае месяце, все, откроем, Пасха пройдет, все, все будет работать, да. Они конкретно говорят, мы очень аккуратно даже, они сами, даже Меркель делал еще, помню, в марте, да, какие-то прогнозы, к концу марта эти прогнозы стали очень какими-то даже неконкретными, в апреле месяце вот сейчас была недавно конференция, она вообще перестала делать какие-либо прогнозы, ссылаясь на то, что действительно ситуация очень непонятная, куда это пойдет, куда это поведет, очень трудно сказать. Соответственно, сам немец тоже сейчас народ принял позицию, скажем так, ожидать, да, более ожидательную. Почему? Потому что, ну, скажем так, недвижимость, да, хоть в Мюнхене она ликвидная, но все равно не такая ликвидная, как, допустим, акции, да, к примеру. Многие их продали, да, с недвижимостью сейчас народ ждет, смотрит, да, естественно, есть те спекулянты, которые ждут, что сейчас побегут сдавать, да, побегут сдавать квартиры, многие, ввиду того, что они смогут финансировать свои кредиты, но, опять-таки, думаю, Мюнхена, Бавария, это не коснется, ввиду того, что люди смогут дальше выплачивать кредиты, их, с одной стороны, поддерживает государство, с другой стороны, арендаторов, да, которые, в конце концов, платят арендную плату, с которой гасятся эти кредиты покупателями, город в любом случае их будет поддерживать. Даже сейчас, если тебя сокращают на работе, что, вот, к примеру, BMW, наш любимый мюнхенский BMW, они сейчас делают сокращение именно рабочих, которые работают на конвейерах, да, сейчас там пошли сокращения, в любом случае, если даже тебя сокращают на фирме, государство, вот, ту разницу, которую тебе сокращают, да, государство тебе восполняет в большей части, да, то есть, соответственно, ты примерно получаешь дальше свои 85-90% от зарплаты. И не будем забывать тоже, государство очень сильно пошло на встречу с налогами, да, у нас же налоги-то по 40-45% подоходные, да, доходят, то государство говорит, мы сейчас готовы послабить, готовы позже брать, да, то есть, и очень сильно идет на встречу, что тем самым, я думаю, как-то благоприятно будет в будущем сказываться. В последнее время компания, ну, Campus Consulting, или Campus Property, которую ты представляешь... Группа компаний, да. Группа компаний, да. Вы одно время занимались, ну, я помню, активнее, мы с вами общались, коммерческие, недвижимость, и все, потом сейчас все-таки жилую начали развивать очень серьезно. Давай все-таки еще раз о жилье, вот ты не замечаешь, то есть, как бы, никаких предложений особых от застройщиков нет, они никак не активизировались, они просто сейчас ждут, предполагая или понимая, что, в общем, они, во-первых, не могут подождать себе позволить, да, и они, в общем, готовы там какое-то время подождать, посмотреть, как чего, а потом уже вернуться, просто вырезав эти 3-4 месяца как кошмары своей памяти. Получается так? Ну, скажу так, это зависит от сегмента. Вот я сам лично замечал пару проектов очень топовых люксовых, которые вышли в Мюнхене, немаленькие проекты буквально на 6-7 квартир, то есть мы уже о конкретике говорим, небольшой проектик, он вышел в начале февраля, да, в начале февраля, к концу февраля его убрали. Они его убрали, то есть он вышел, убрали с продаж, то есть он вышел, он не был еще на официальном рынке, у нас же как, да, у нас сначала пресейл идет, то есть развещаются, да, риелторы, да, с которыми работают инвесторы, которые уже что-то покупали серьезные, да, и потом проект потихонечку, да, выходит в продажу, вот, то есть официально он не был, и его они сняли, то есть мы позвонили, они сказали просто, что они немножко хотят подождать ввиду того, что цены все-таки, да, были достаточно высокие, ориентировались они на людей, которые покупают себе для себя люксовую топовую недвижимость. Там, да, там действительно заметен какая-то осторожность, осторожность. В обычных же проектах, которые уже запущены, которые уже пошли, у нас выходят, ну, грубо говоря, раз в неделю стартует какой-то проект, да, среднего размера 20-25 квартирок, то есть я бы не сказал, что застройщики сейчас уж очень как-то сильно стали аккуратны. Ввиду, повторюсь, то, что я говорил, да, людям нужно, во-первых, куда-то вкладываться, во-вторых, никто не отменял того, что людям нужно жить, понимаешь, людям дальше нужно покупать, сразу же, да, многие покупают, да, исходя из того, что пару лет через пару лет переехать, сын переехал учиться в Мюнхен, у нас сейчас, да, должен снова семестр начаться в мае. Катастрофическая нехватка студенческого жилья, катастрофическая. Пишут везде все, очень недовольны, говорят городу, да, давайте быстрее зашение строительства. Тянется, длится, вот сейчас у города якобы есть причина корона, да, как бы, подольше все. Но я не вижу, я не вижу каких-то серьезных задержек. Но это ты говоришь про Мюнхен, а если мы говорим не о Мюнхене, а о Баварии в целом, все-таки в Баварии есть, но регионы там, ну, не, хотя, может быть, даже порядок дешевле. Да, безусловно, там, опять-таки, там тоже небольшие проекты, и там некоторые застройщики, насколько вот я тоже знаю, в Розенхайме, да, городок под Мюнхеном небольшой, там несколько застройщиков, они начали выжидать, то есть, если они начали продажи, да, если не пошла уже какой-то, да, ну, какой-то экшен не пошел, они не выходят на рынок, они ждут. То есть, есть какая-то такая непонятная история. Они ждут, это просто какая-то маркетинговая история, или, по твоим ощущениям, у них есть предположение, что после кризиса эта цена... То есть, у них будет очень больше. Больше, потому что если меньше... Нет, и нет, и нет, то есть, это не маркетинговый ход, в любом случае. Я думаю, просто большинство не знает и не уверены, что будет дальше. На самом деле так. То есть, немцы очень любят четкость, да, немецкий застройщик, он должен понимать, что у них будет через месяц, через два, что с законами, что с правительством, что с ситуацией. Да, у нас же редко что-то, очень часто, резко меняется, да, то есть, у нас достаточно все стабильно. И вот ввиду того, что сейчас якая некая нестабильность, и сверхов нет никакой конкретики на ближайшие вот... На лето вообще никаких еще планов нет, да. То есть, все говорят о, дай бог, мае, да, что будет в мае, какие предпосылки, какие тенденции. Поэтому многие просто ждут, на самом деле, ждут. И, может быть, да, тоже боятся выходить на рынок с какими-то определенными ценами, боясь их, может, не достичь. Или наоборот, если сейчас многие побегут из-за того, что там акции не так популярны, недвижимость, да, наоборот, поднять их. То есть, выжидают. Вот скажи, если мы говорим о отношениях по долгосрочной аренде, эта часть рынка вообще живет по совершенно своим стабильным законам, и вот на ней в Германии сейчас практически не происходит ничего. То есть, как она жила без коронавируса, так она живет сейчас. Или все-таки здесь мы видим какие-то изменения, послабления? Ну, небольшое замечание. У нас нету краткосрочной аренды. Да, краткосрочной. Да, да, я же говорю. Я же говорю, именно краткосрочной, ввиду того, что у нас ее вообще нет, на самом деле, как таковой, потому что город запрещает это, потому что квартир просто не хватает, да, еще люди будут коротко сдавать, типа Airbnb, вот. На долгосрочную аренду это практически... Я не вижу сильного какого-то влияния. Нет, людям... Люди, как жили, их нельзя... Начнем с того, что у нас очень сильно арендатор защищен. Очень сильно. То есть, его нельзя практически, его не выгнать. То есть, скажем так, если он вот жесткий неплательщик, да, то его, да, через суд, там, если через два-три можно выгнать, а если вот он, если у него даже был сейчас издан закон, то есть, если у него какие-то проблемы, но с первого апреля, то есть, если его арендатор не может с первого апреля платить арендную плату, ввиду того, это, правда, должен доказать, то есть, это не так, что просто не хочу, не плачу, ввиду того, что у него нет каких-то средств, то хозяин не имеет права его выгонять, а имеет право сделать отсрочку, то есть, хозяин получит свои деньги, сделать отсрочку, да, и, соответственно, дать ему жить в этой квартире. А срочка означает, что вот этот собственник в итоге потом должен будет компенсировать, ну, там, через какое-то время эти деньги или нет? Арендатор. Ну, да, вот я арендатор, я сейчас, ну, в силу каких-то причин доказал, я не могу там... Да, ты должен со временем это будешь компенсировать. А временем должно быть компенсировать. Конечно. Банки же тоже пошли навстречу, они же говорят, мы все прекрасно понимаем, и поэтому мы сейчас ипотеки, вы имеете право их тоже перенести на несколько месяцев. Да, то есть вы платите, проценты вы платите дальше, они не такие высокие, да, сейчас. А саму ставку, само тело кредита вы можете эти месяцы не гасить. То есть банки идут навстречу, соответственно, откуда им брать деньги, государство их поддерживает. То есть государство перенимает вот эти огромные суммы, берет на себя, на вот этот промежуток времени. Получается ли, что для инвестора, который приобретает квартиру в Мюнхене, квартиру с арендатором, да, если мы говорим, да и в Мюнхене, возможно, даже по всей Германии, по большому счету, сейчас ситуация не изменилась никак. Да, практически нет. То есть, опять-таки, я не могу сказать, если этот вирус вдруг продлится сейчас до лета, да, или, грубо говоря, даже еще там до осени, до конца года, то, конечно, намного будет больше проблем, да, и неисправимых каких-то, да, последствий, их будет намного больше. То есть на данный момент, да, правительство Германии уверяет, то, что я вижу, да, то, что я у коллег вижу, Германия справляется, да, то есть вот с этим два месяца вот этого, да, вируса, карантина и так далее, вот удары по экономике в течение двух месяцев Германия выдерживает, скажем так. То есть оно может посыпаться, естественно, через другие страны и так далее, но, насколько это сейчас сказать не могу, наши инвесторы, которые выложились, до сих пор не потеряли ни одного цену. Окей. Давай перейдем теперь к коммерческой недвижимости, базовые параметры коммерческой недвижимости Мюнхена последние годы – это высокие цены, хорошая ликвидность, незначительная доходность, ну, в силу того, в силу хорошей ликвидности, да, ну, и в силу цены, да. Понятное дело, что, опять же, первый там месяц-два, может быть, это, ну, давай так, о настоящем, во-первых, изменилось что-нибудь или нет? Очень сильно, очень сильно, ты знаешь, что сейчас ударило очень сильно по отелям и по бюро. Вот это чувствуется даже уже… Бюро, прости, я не… Бюро это, в смысле… Офисные, офисные здания. Да, то есть очень сильно по ним ударило в смысле простое, да, то есть большие фирмы сейчас… Большие фирмы, правда, остались, да, то есть при своих, что называется, предложениях. Сейчас было в Мюнхене несколько сделок проведено на сумму, по-моему, с начала года, чтобы не соврать, было около 20 сделок проведено на сумму 10 миллионов. То есть, конечно, маленький средний, конечно, проблема в том, что не успевает, что в Мюнхене может приходить не вовремя, не управлять, поэтому в этой сфере какой-то лёгкий диск. То есть, ну, не хенщик, а... То есть, отель загружился, типа, это... У коллег, человек купил, да, несколько... Доль в отеле купил, и сейчас с управляющей компанией... Вот, значит, несколько месяцев ты читал с ареном. Как это, на твой взгляд, может сказаться на будущем? Потому что, ну, понятное дело, ну, слава богу, там такие катаклизмы случались раньше, и там раз в 100 лет, если про медицинские показатели говорить, там не берём войны. И всё-таки там, понятно, там один месяц это ещё не показатель, или один проклятый коронавирус тоже не показатель. Но всё-таки, если мы говорим стратегически, как это может сказаться над настроением инвесторов, на твой взгляд? Ну, смотри, вот даже независимо от коронавируса мы всё-таки наблюдали уже проблемы в магазинах, в розничной торговле, да. Допустим, вот если многие инвесторы раньше с удовольствием покупали какие-то моллы, да, торговые центры, да, то сейчас корона только усугубила, да, этот вирус на самом деле их, то, что очень многие пошли в онлайн, что я говорил, да. И вот эти магазины розничной торговли действительно начинают вымирать, особенно, особенно в маленьких городах. То есть в большом городе это, как всегда, да, если стоял, стоял Сара, да, за городом, H&M, и дальше закупался, да, и выкупался. В маленьких городах это какие-то небольшие фирмы, они действительно начинают вымирать. Тут просто не в интернет-гуманном теме. И поэтому многие инвесторы, и я даже советую, ну, от себя, и вот мы, на самом деле, мы раньше предлагали торговые центры, после этого мы абсолютно не стали. Ты говоришь о торговых центрах какого уровня? Ну, все-таки, понимаешь, есть торговый центр, где там арендатор Реве там или Эдико, и все хорошо. Нет, смешанность, скажем так. То есть не только, если мы говорим о продуктовых ритейлах, да, это наше дальше, чем мы занимаемся, потому что, опять-таки, людям всегда кушать нужно было. И вот, особенно сейчас, во время хранителя, кто-то вот исправляет. То есть сегодняшний день, чтобы привозить доставки в такие запросы, то есть все равно не нужно входить в магазин. Это, безусловно. А вот именно магазин, где смешанно, где, допустим, там, обувной, фитнес-студия, одежда и продуктовый, вот такие вот торговые центры, да, И означает ли это, так, ну, окей, а что тогда делать, ну, может быть, что делать собственнику в такой ситуации, и на что нацеливаться потенциальному инвестору? Вот, ну, сейчас есть просто техническая трудность с продведением сделки, а куда ему идти и на что смотреть, по твоим ощущениям, если мы говорим о Мюнхене? На самом деле, да, вот что касается, считалось же, да, что коммерческая, почему она коммерческая? Я не вижу, что она доходная, да, чем жена. Вот, 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 в Мюнхене. На том, что жена не безусловно, что это, это дом с администратором, который потенциальному инвестору, то есть и комбинированно с ростом цен в Мюнхене, плюс вот этой небольшой доходности ежемесячной, плюс, если использовать кредитное плечо ипотечное, да, то мы доходы... Семь-восемь процентов гарантируют приятный, вот, мол, Видишь ли ты перспективы серьезных изменений на рынке, если мы говорим о перепрофилировании объектов, то есть, но все равно все же понимают, что вот эти вот торговые центры с большим количеством маленьких арендаторов – это риски, но мы пока о них говорим некоторым образом так, виртуально, то есть мы еще совсем в них не уверены. Но, с другой стороны, очень же по-разному все это может быть. Ну, то есть, как бы, в конечном итоге, там, условно говоря, в июне, в июле, там, может быть, через полгода, ну, мы с этим столкнемся, по-любому, и Германия с этим столкнется. Не пойдешь, что за это пойдет? Это все-таки... Это все-таки спекулятивные, да, поэтому... Люди в больших количествах город, у нас он очень разносторонний тоже, да, вот, говорю, БМВ ударилась с одной стороны у нас, но у нас есть альянс страховой сектор, да, который уже... Да. 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 Правильно. Ну, и не буду забывать, опять-таки, о немецкой приставке, которая действительно помогает. Торговый в основном платить крито. Нет. Это... Не успевают... ...стагиализации, да, то есть, приедут так и в школе. Ставить нафиг... Продукты покупать у нас, как в Америке, дроби. И тогда следующий, наверное, вопрос. Если мы говорим тогда все-таки о некой стратегии инвестора, подождать, если подождать, то сколько? И чего подождать? Если мы ждем, то чего? Опять же, в применении к Мюнхену и Германии. Месяц, два, три, конец лета, полгода, новые предложения или новых предложений не будет и так далее. Продолжение следует... ...и каких-то проблем глобальных на сегодняшний день мы не видим. Ждать... Первый раз на выставке... У меня нет... Очень интересный... ...плани или даже еще потом... ...на сегодняшний день... Если человек говорит, мне не нужно питание, я хочу долго, пожалуйста, у нас есть каких-то интересных... ...выжидать смысл нет. Нужно обязательно... ...выжидать смысл нет. ...и ждать... ...переждать, если... ...выжидать смысл нет. ...выжидать смысл нет. ... Окей. Артем Терминосян, управляющий партнер Campus Consulting из Германии. Пожалуйста, контакты компании, я думаю, можно сейчас как раз самое время показать в нашем чате. И я думаю, что если у кого-то будут вопросы по завершении вебинара, вы всегда можете обратиться к Артему. Контакты признаешь? Ваши? Ваши. Верну. Все. Взятка сыграла. Ну что ж, дорогие друзья, я просто позже пару слов от себя хочу добавить. Мы услышали очень разные мнения и даже разговоры с нашими экспертами с пятью сегодня пошли по совершенно разным направлениям. То есть где-то были более конкретные истории, где-то были более такие абстрактные. И мне кажется, это хорошо, потому что в конечном итоге каждый из нас должен найти для себя то решение, которое ближе всего к нему. А универсального здесь ничего быть не может. Были действительно такие мнения, это просто тоже одно из мнений. То есть кто-то говорит, что, ну скажем, там курортная недвижимость, вот она просела, вот все плохо и люди ездить не будут. Кто-то говорит, так нет, почему? Рано или поздно люди всегда будут отдыхать и там, соответственно, через какое-то время они все равно вернутся и будут ездить там в Таиланд и в Испанию и в Италию. Безусловно, раз уж мы говорим о том, что с такой историей, как коронавирус, человечество практически никогда не сталкивалось, а уж в эпоху всеобщей цифровизации и массового обмена информацией мы точно с этой историей никогда не сталкивались. То есть здесь любой прогноз, он на то прогноз и есть, да. До сих пор вспоминаю тех ребят, которые говорили о стоимости нефти по 5 евро. Мы над ними смеялись, потом не смеялись, сейчас уже думаем, а может так оно и будет. Вот с моей точки зрения именно в том и ценность наших вебинаров, что она позволяет, ну, с одной стороны, послушать разный спектр мнений из разных стран, а с другой стороны, ну, вам выбрать или, по крайней мере, согласиться или не согласиться, но вступить в контакт с той компанией, чье мнение отражает ваши потребности и ваши пожелания. Еще раз спасибо огромное Артему. Спасибо. Спасибо тебе. И тогда до скорой встречи, опять же, наверное, на выставках и просто последних несколько объявлений. В ближайшие дни мы продолжаем серию наших вебинаров. В следующий понедельник, в следующий, даже как, завтра же еще пятница, значит, завтра у нас очень интересный вебинар, посвященный программам гражданства стран Карибского бассейна. Будем говорить с экспертами, будем говорить с экспертами про то, как можно получить гражданство с другой страны за относительно небольшие деньги. Компания Immigrant Invest, вот как зарегистрироваться на этот вебинар, вы можете просто перейти по ссылочке, при Unru Events, там просто выбрать то мероприятие, которое мне очень-очень нравится. Значит, в следующий понедельник мы будем говорить о программе «О виде нажительства в Португалии». Неожиданно Португалия последние несколько недель, ну, интерес к этой программе вырос многократно, будем говорить почему. Это тоже будет, то есть в ближайший понедельник будет этот вебинар. Еще раз повторю, нажимайте при Unru Events, там те мероприятия, которые я сейчас анонсирую, присутствуют, и на них можно зарегистрироваться. Соответственно, мы вам пришлем ссылку. В среду мы будем говорить о недвижимости Испании. Анонса этого вебинара еще нет, но всем вам, как участникам этого вебинара, мы, безусловно, ссылку отдельно пришлем. Это будет в среду. Ближайшая среда. Это у нас, соответственно, Испания. Если мне память не изменяет, это у нас будет 15 число. И 17 числа мы вернемся к тому, с чего мы начинали наш сегодняшний вебинар. Мы будем говорить о недвижимости в Словении с экспертами компании Future Real Estate и Century 21 Словении. Дальше, что еще хочу сказать. Еще раз, в 25-й раз повторю, да, запись этого вебинара у нас будет. Мы ее разобьем на отдельные кусочки, то есть, соответственно, на 5 вебинаров, из которых, собственно, и состоял наш вебинар-марафон. И мы, безусловно, краткое изложение того, что нам сказали наши эксперты, которых я искренне благодарю еще раз. Мы опубликуем всю эту информацию и пришлем вам всем, кто присутствовал на нашем вебинаре. Спасибо вам большое за внимание. Мы будем продолжать наши вебинары-марафоны. Соответственно, рассылки будем делать. И следите за объявлениями у нас на портале. Встретимся с вами теперь уже завтра в 13.00 на очередном вебинаре портала Преан.ру. Берегите себя, здоровье, сил. Слава Богу, на улице солнце. К сожалению, не можем вам насладиться в полной мере. Но и это тоже пройдет. Обязательно, надеюсь, в течение месяца-двух ситуация уже будет выправляться. Причем так, что мы о многих вещах сможем не только говорить заочно, но и в буквальном смысле. Тем более, что инвестиционные программы большинства стран и программы по покупке недвижимости, то есть все эти схемы по-прежнему работают. Меня зовут Филипп Березин. Портал Преан.ру.недвижимость за рубежом. К вашим услугам. Встретимся завтра в 13.00. Встретимся четыре раза на следующей неделе. Спасибо вам за внимание. До свидания.